Ну, мне кажется, альтернатива – это всегда хорошо, и в любом споре рождается истина. Давайте сам сначала. Хорошо. Поехали. Но я считаю, что любое альтернативное мнение – это хорошо, потому что в споре рождается истина, как известно. Другое дело, чтобы спорящая сторона не переспорила до такой степени, чтобы не стала опять той самой тоталитарной историей, против которой она спорила, якобы, создавая либеральное общество и общество в альтернативных взглядах. Но любая власть, которая не терпит критики, которая не воспринимает критику, мы знаем, куда скатывается и чем заканчивает. И нужно всегда иметь рядом оппонентов, слушать их, уметь услышать из их изречений, взглядов какую-то пользу. Но, конечно же, я против того, чтобы либералы брали власть в свои руки, по одной простой причине, что я убежден, что эти люди слабаки. Это те люди, которые хотят жить за счет других. То есть либеральный взгляд в нашей стране, как минимум, те, которые освещаются, которые озвучиваются, они, как мне кажется, позиционируют себя исключительно. Давайте пользоваться благами других цивилизаций, давайте прогнемся под все государства, которые, в общем, уже чего-то достигли, не будем делать ничего своего. Это удобно, это комфортно, зачем заниматься. Но это означает только одно, в общем, стать действительно, как называется, вассалами и рабами, в общем, других людей, которые обязательно будут потом тебя использовать банально и грязно. И формирование национальной идеи, формирование своих собственных достижений, в общем, каких-то перспектив, это задача власти. Мне кажется, власть как раз-таки наша не без изъянов, но на это нацелена. И к чему это все приведет? Вот, но дай бог, чтобы это привело только к тому, чтобы, в общем, наше общество строилось, не, в общем, консолидировалось вокруг закрытия от всего либерального, от всего западного, восточного и так далее. И, в общем, сохранение оппозиционного движения, как движение, которое будет критиковать и обращать внимание на реальные ошибки. Не так, как делает, простите, эхо Москвы, выпуская исключительно грязь. У меня есть лента в социальной сети, и все, что связано, например, с такими источниками, это просто сплошная грязь. Я не считаю, что это либеральная пресса, я не считаю, что это либеральная оппозиция. Вот, если будет так двигаться, то это опасно. В противном случае, если действительно критика не нацелена на подрыв, не нацелена на дезинформацию, не нацелена на то, чтобы скомпрометировать до такой степени, чтобы резонансный случай стал поводом для разрушения, тогда это все будет очень полезно. Опять же, чем все это закончится в реальности, мы с вами станем свидетелями, я думаю, в самое ближайшее время. И так или иначе, этот канат перетягивается с востока на запад, и мы смотрим, в общем сказать, кто сильнее. И в зависимости от того, насколько власть будет честна перед народом, и насколько народ поверит в честность власти, от этого зависит успех. И от этого зависит, кто сломается по-настоящему. Продолжение следует...